Эпидемиологическая обстановка в Ненинском округе продолжает оставаться стабильной. За минувшие выходные не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Амбулаторно продолжают лечиться от инфекции шесть жителей города Нарьинмара. Под медицинским наблюдением дома и в обсерваторе находится 243 человека. Несмотря на благоприятную эпидемиологическую ситуацию в регионе, на территории Ненинского округа с 20 сентября решением губернатора Ненинского округа по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора введен масочный режим в местах массового скопления людей. Об этом напомнил в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона Юрий Бездудный. Да, статистика не страшная, но в целом ситуация с заболеваемостью такова, что нужно быть готовым ко второй волне COVID-19. А это значит, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Эти меры будут приниматься в зависимости от конкретной эпидобстановки на территории региона. В случае очередной волны в осенне-зимний период они будут ужесточаться. Но если эпидемиологическая ситуация потребует от нас ужесточения мер безопасности, мы их будем ужесточать. Будем действовать адекватно. В настоящее время на территории региона продолжается вакцинация взрослого и детского населения против гриппа. Она стартовала еще в конце августа. Медики подвели промежуточные итоги. Кроме этого, продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 13% населения. Это 2461 ребенок и 3096 взрослых. Это ненадуманная история. Вот эта активность вакцинации гриппом связана только с тем, что мы живем с вами в условиях эпидемии ковида. И если ковид накладывается на грипп, то лечение или излечение и течение болезни проходит в очень тяжелой форме. То есть, говоря о том, что необходимо вакцинироваться, мы в первую очередь заботимся о здоровье людей. Привиться от гриппа можно во взрослой и детской поликлиниках Ненецкой окружной больницы по месту работы по предварительным заявкам от организаций. Учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники детских садов получат вакцину централизованно по месту образовательного учреждения. Также напомним, что с 20 сентября отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для лиц, прибывающих в округ из-за его пределов. Однако это не касается детей, посещающих образовательные учреждения, а также работников этих учреждений. По прибытию в округ они должны предоставить справку об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией. Если такой справки при себе нет, то им придется провести две недели дома на самоизоляции. В настоящее время под медицинским контролем на самоизоляции на дому и в обсерваторе находятся 243 человека. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север.